Вот только что мой муж Ростислав Людовик рассказывал о том, каким образом изменилась его жизнь в процессе дуального дуализации, в результате дуального брака. Я бы хотела рассказать о недавней встрече нашего выступления с участниками санатория «Слава». Многие из них были с очень поврежденным здоровьем, это практически были инвалиды. Все они были уже пенсионного возраста. И мы просто в основном выступая перед молодежью, перед молодыми людьми, и видя то, что они не хотят слышать от нас о взаимоотношениях в семье. Не особенно им интересно наше мнение о том, что называется любовью. Не слишком-то они концентрируются и готовы принять серьезно такую науку, как взаимоотношения. И вот сейчас жизнь нас направила, можно сказать, в конец жизни. Это тогда, когда люди уже на последних годах своей жизни слушают нас о взаимоотношениях. Мы не стали их спрашивать, сколько раз они развелись, одиноки они или нет. Я думаю, что это было бы просто неуместно. Люди с таким плохим здоровьем и находящиеся в таком положении, я могу сказать, 99%, они все одиноки. Они все были раньше в недуальных браках. И у них всех была несчастная любовь. Поэтому, чтобы их не травмировать, конечно, лично у них вы ничего не спрашивали. Но, тем не менее, мы рекомендуем всем молодым послушать, посмотреть этот видеоролик, найти у нас на канале YouTube, который называется Яна Людовик. И хорошенечко поразмыслить над тем, а может быть, стоит прислушаться к семье, у которой получилось. И это не просто так, что выступает семья, которая говорит, у нас получилось, у нас все хорошо, делайте так, как мы. Мы не будем вам так говорить, потому что мы все разные. И мы будем говорить о том, насколько вы отличаетесь от нас, насколько мы вам можем быть неинтересны, но мы вам необходимы. Ведь известно, что не все продукты мы можем с наслаждением употреблять. Но в то же самое время, если мы будем кушать только те продукты, которые как пирожные торты и какие-то очень сладкие фрукты, то будет очень много нарушений. И в конечном итоге ни один человек не выдержит продолжительное время такой еды. Поэтому мы, может быть, вам не слишком приятны, мы, может быть, вам, может быть, я в частности, могу показаться занудной даже, или там еще какое-то там малоинтересное. Но мы понимаем, что есть такие продукты, как лук и чеснок, которые необходимы для того, чтобы организм был здоров. То есть в какой-то маленькой дозе его нужно употреблять. Мы, наверное, тоже в какой-то маленькой дозе могли бы привнести в вашу жизнь больше смысла, больше радости и больше полезности. И поэтому мы, конечно же, находимся на уровне не чувств. Потому что чувства вам подсказывать будут. Наслаждайся. Ну что ты слушаешь там? Бери, люби. Бери, живи. Тебе дается это всего лишь раз в жизни. Делай, что хочешь. Ты свободен. Ты свободна. У тебя все есть. Поступай, как знаешь. Получи свой личный опыт. Да, вы можете так делать, но вы не забывайте, что люди, которые были в санатории славы, которые сидели с инвалидностью, которые имели разбитую жизнь и здоровье, они точно так же поступали, если вы так думаете поступать. Поэтому я, конечно, хочу закончить такие назидательные слова. И вообще-то, конечно, странная наша тематика. Совершенно невыгодная. Потому что человек в основном в юном возрасте не задумывается особенно, потому что очень много соблазна. Потому что очень сильный напряженный день у каждого молодого человека. Потому что очень сильный напор гормонов, который требует, иди встречайся, иди веселись, иди живи в своё удовольствие. Да, удовольствие и мы вам предлагаем, но удовольствие высшего уровня. Удовольствие, которое приведёт вас к экономическому росту, к здоровой жизни. И тело здоровое, и душу здоровую, которое даст вам семейное счастье. И не один, и не на пять лет, и не на десять, а на всю жизнь. И это реальность. Поэтому, завершая моё обращение к вам, я вам предлагаю, обращайтесь. Мы всегда рады вам. До новых встреч.